Девушки отдыхают 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 У нас здесь и электрика, и электроника, вот, у нас здесь и аэродинамика, у нас здесь работа руками, вот, чем больше ты этими пальцами шевелишь, да, щупаешь, это как с детского возраста, тем больше у тебя в голове, интеллектуальные способности повышаются, соответственно, у человека, так что здесь рассуждать можно как угодно, ну, и в то время у него развитие моторика развивается очень здорово, у него реакция развивается очень здорово, у меня же самолетом не просто так управлять, если ты там будешь спать, то ты его вкопаешь в землю, и от твоей работы, которую, там, может быть, ты полгода его лепил, да, за пять секунд ты его уничтожил, то есть вот здесь смотреть можно с разных точек зрения, аккуратности здесь дети прививаются. Если ты делаешь, ты должен делать вещи, начиная от твоего чертера, который ты там, или чертер ты возьмешь, да, и дальше его начнешь реализовывать, до готового изделия, он понимает технологический процесс, изготовление любой вещи в будущем, что надо вот отсюда начинать, а дальше вот этим закончить, это тоже очень немаловажно. Субтитры создавал DimaTorzok Я сын партизана, да, и причем я точно даже не могу сказать, кем он был, вот, но мне кажется, что где-то, типа вот, как комиссар партизанского отряда. У нас был центр партизанского движения здесь, где готовили, значит, радистов, минеров готовили, ну и по другим направлениям, которые необходимы были, вот, в партизанском движении, понимаете. Мать у меня познакомилась с ним здесь, она работала в газете «Ленинградский партизан». После отца отправили в высшую партийную школу учиться, вот, он ее закончил, и его направили в Палану секретарем комсомольской организации Паланы. И вот мы, собственно говоря, сначала плыли на грузовом пароходе, вот, ну не плыли, а шли, правильно-то есть. Помню очень хорошо, это как вот в старых вокзалах, да, интересные вот такие скамейки были, и на скамейках люди спали. Туалет был, как вот на улице, да, стоял. А дальше из Петропавловска мы, значит, в Палану летели на самолете. Самолет по два. Старый, вот этот самолет, надежный, который во время войны тоже использовали как бомбардировщик, вот, ночной. И тогда мы попали в Пургу. Я вот потом понял, что насколько были мужественные, да, летчики, и какие они были специалисты классные. Я был маленьким, но я помню все прекрасно. Я даже помню Палану, да, как мы жили. Вот. Тамбур огромнейший и маленький домик. Почему тамбур большой? Оказывается, за металла, по крышу, по трубу, открывались двери вовнутрь. И лопатой весь снег в этот тамбур закидывали для того, чтобы выйти на улицу. Вот такие там были метели и пурга. То есть вот это я помню прекрасно. А потом получилось так, что нас перевели в Петропавловск и Камчатку, переехали, там прожили мы тоже определенное время. Вот. Но папа нашел новую маму. Вот. И мы уехали сюда, в Хвойню. А потом в восьмом классе я занялся авиамоделизмом. До этого у нас кружка не было. И мне интересно было поработать на токарном станке. А преподаватель мне разрешал. И дети, смотрю, занимаются авиамоделизмом. Значит, я говорю, а можно мне? А причем ребята были все пятиклассники. В основном с нашей школы и с транспортной школы. А я в восьмом классе учился уже. И как-то мне неудобно было. Ну, он говорит, давай. Ну, и так прикипел, собственно говоря. Не хочет. Пока. Как всегда. Все. Идем в коридор. Иначе мы здесь все разнесем. Иначе мы разнесем. Страшный вид у машинки. Но ничего. Закончив 11 классов, я подал заявление, даже заранее, вот, в Уйейское летное училище. Но медкомиссию я не прошел. Почему? У меня не было передних зубов. А туда нужен, значит, не... Хотя у меня мост был, вот, сделано все. Чтобы держать загубник. Летчики-высотники. Мне предложили в транспортную авиацию. В другое училище, в Ульяновское. И я отказался. Но я пошел поступать, значит, в Институт Авиационного Приборостроения. Я тоже не понимаю, что я, может быть, и не буду связан с авиацией, как с таковой. Я, может быть, где-то в КБ буду сидеть, разрабатывать что-то. Вот. И я не увижу даже самолет. Понимаете? Это потом только доходит. Со временем. А тогда это авиационного прибора строения. Значит, я буду связываться с самолетами, буду где-то что-то, вот, и как-то. Вот. Близко. На самом деле нет. Когда в институте я учился, работал в студенческих строительных отрядах. Со второго года я уже начальником штаба районного отряда стал. Потом стал комиссаром районного отряда. Отряд у нас насчитывал порядка 25-26 отрядов. Вот. Мы выезжали в Волховский район и вот там, собственно говоря, помогали в строительстве. Вот. Сила была такая, это я не знаю. И до сих пор вспоминают, вот в Волховском районе я вот приезжаю, я строил первый год, когда я работал, да, в строит ряде. Я строил дом, двухквартирный дом деревянный. И до сих пор этот дом стоит. И все вспоминают, там не один мы дом построили. В некоторых деревнях по несколько домов мы строили. То есть до сих пор вспоминают студента. Спасибо вам. В начале я работал им инженером. Простым инженером. Зарплата 105 рублей была. Отработав два месяца, я допуска не имел к секретной документации. Ну чего, руки есть, голова есть, а умею рисовать. Я там, короче говоря, два КБ у нас рядом сидели, друг на друга смотрели. Я сделал решетку небольшую, такую, вот, типа хибаны. С цветочками, с чеканкой. Вот. Дальше смотрю, делать нечего. Значит, отдел. Наглядная агитация ужасная. Дай-ка я ее сделаю. Сделал наглядную агитацию. Отработал потом я инженером несколько месяцев. Меня вызывают в подком и говорят. Так и так, Виктор Алексеевич, вот, у вас есть определенные там. Не возглавите ли бюро эстетики? Да почему бы и нет? Вот так получается, что авиаприборостроение боком и далеко. Потому что на производстве, на котором я работал, там не связано было с авиаприборостроением. Я заводил, работал на заводе радиоприборов, которые связаны со слежением за самолетами, вот, самолетами противника и своими самолетами. То есть радиоэлектронные станции, вот, слежение. Или посадки самолетов там еще были. А когда приехал, значит, в Киров и устроился на заводе, значит, здесь уже другое направление. Здесь связано с подводными лодками и с аппаратурой на подводных лодках. Здесь у меня все родное. Допустим, я здесь вот, когда мальчишкой здесь учился, да, и если вот так посмотреть, а каждый куст здесь знаю. Каждую речку знаю почти, каждое озеро знаю, понимаете? И как-то здесь мои родные места. Начал работать в школе, а потом через год, ага, организовал кружок авиамодельный. То, что я вот работаю на периферии, и получается так, что даже на периферии мы посильнее многих, которые и в городах больших. Если вот тем, что он сейчас у меня занимается, он добился, допустим, призера России, добился тем, что он начал, учился, делал. Так же и в дальнейшем он будет добиваться. По жизни идти уже по-другому будет. Но перед ним будет столько преград всевозможных и столько препонов, что хочешь, не хочешь, в разные стороны может быть повернуться, как и у меня, допустим, повернулось. И туда, и сюда. Партия сказала, комсомол ответил. И мы пошли. Субтитры создавал DimaTorzok